доброе утро друзья 2 апреля короче сегодня у нас в станице ночью было минус 7 у нас стоит термометр сейчас высокоточный вот и минус 7 можете себе представить в баке замерзла вода даже толстый слой льда был вот представьте сейчас уже поднялось солнце солнышко до стало плюс 2 вот лед и конечно же это могло ударить и по деревьям как говорится цветы точно там у нас подмерзли капитально но вот надеюсь что деревья не так сильно достанется вот такая вот хрень ветра не было минус 7 а сады коммерческие был ночью когда мы легли спать прям дымом воняло курили там сено жгли или солому в общем обкуривали сады наверное чтоб спасти может быть деревья и связи с этим этот весь дым опустился и вот лег на землю и тянулся здесь дышать было очень даже поганенько вот такая хрень что еще из тех новостей которые да есть у меня здесь друг валентин он ехал через дпс в ейск там дпс поставили где у нас взвешиваемая такая построили глонасс чтобы грузовики проезжали вот и говорит о том что дпс ник проверяет документы у каждого когда проезжает в ейск по нужде там ему надо было получить товар по документам но смысл в том что дпс ник берет это все руками и проверяет и возвращает обратное при этом получается что он так делает со всеми но спрашивается это что за карантин что рассылает час мчс штрафы там по 15 тысяч по 40 с физического лица нарушение карантина угрожая а дпс ник берет документы и лапает их руками и отдает обратно водителю и так у водителей которых он проверяет по сути дела он действительно получается разносчиком заразы вот понимаете у нас как все через что-то делается непонятное необдуманное это раздражает люди значит пытаются как-то сбери оберечься а здесь вот такие вот происходят случаи вот с его слов это произошло именно так я конечно же вынужден поехать магазин чтобы купить продуктов у нас они в конце концов не затарены мешками вот поэтому опять меры предосторожности все такое прочее до минус 7 меня конечно расстроило больше всего если честно говоря это конечно жутковато завтра тоже температура будет не лучше будет минус ночью опять вот эти два дня вот смотрите до сих пор вода в тюльпане было и застыл и дом прям в тюльпане проросшим но тюльпана не в принципе они не сильно боятся морозу как вода скопилась так и замерзла ко мне то есть такая вот ерунда но мне беспокоит больше всего конечно плодовые деревья если честно не знаю как им досталось они в принципе по верхушкам черешня слава богу у нас еще не цвела вот но слива уже вот цветет и абрикосы вот не знаю как им досталось ладно друзья короче вот я последний капусту вкладываю деньги на покупку этих труб переходников потому что надо все таки доделать дурдом приходится покупать здесь у нас станицы потому что город за ними дороже будет ехать а пока дни хорошие стоят надо все это сделать хотя бы одну строку экспериментально сделать чтобы показать вам как будет полив осуществляться винограда и как не будет мусора там внутри вот поэтому приходится покупать на одном из роликов youtube овских видел как как мужичок один говорил по поводу вот этих заражений да что в тех странах где обувь не снимается квартиру это италия америка больше всего заражения а вот он действительно принципе прав люди там ходят в обуви и заходят квартиру прям в обуви тут у нас снимается view в азиатских странах многих снимается обувь а там прям заходится квартиру а ведь по идее он ходит по улице по этим плевкам по чиханием по улице обувь идет по сырым различным лужам с вирусом да и вирус легко может остаться на обуви и в этих ботинках тапочках там они заходят в дом вот тебе пожалуйста а еще американская допустим черта ноги на стол рядом с продуктами вот вот пожалуйста вам и вирус который прям был поднят с асфальта дороги и появился в доме действительно не обращать внимание то что руки моют а бубы ходят по дому друзья давно не были мы с вами на море это вот затопленное озерцо так сказать солевое где всегда летом пусто вот озеро ханское тоже там частями затопленная водой сейчас на берег моря как всегда эту дорогу градирует от этого имеют прибыль видать никто асфальтировать и участок не собирается уже четвертый год участок в таком вот состоянии вечного ремонта знаки дорожные стоят что якобы идет ремонт установили столбики на камне это называется ремонт вот когда здесь появится асфальт это будет настоящий ремонт а пока это только так видимость ну вот друзья зона свободная от различного вируса я вот наконец-то вижу сегодня такое прозрачное небо вижу что впереди дымка такая дымок струится это скорее всего приморская ахтарск там расположен больше нечем вот море непрозрачное вспененное но были ветра соответственно здесь волны шурудили видите как расчесали залезали кромку пляжа итак 2 апреля ну в мае я думаю пожалуй здесь можно будет уже купаться вот такая вот ну сегодня довольно холодно даже несмотря на такой теплый теплое солнце весеннее которое сейчас вроде как греет а холодный ветер идет легкий такой бриз холодный я говорю вот минус 7 ночью сейчас где-то градуса 2-3 тепла еще пока холодно да как-то даже вот знаете чувство такой настороженность вот вроде ты понимаешь пришла весна пойдет скоро сезон всего разнотравья садов а в учетом того что такая ситуация вот как говорится по стране бог его знает что творится очень неприятно конечно же но еще больше сочувствую тем кто пишет вот насколько замкнутые люди когда находятся в своих вот квартирах как в тюрьме можно сказать замкнутые и плюс еще в городе конечно же плотность населения выше поэтому там карантин и там подобные вещи хорошо что еще море здесь рядом сколько тут до этого участка километров семь будет пожалуй от есенской станицы так дома и и будем сейчас продолжать работать сейчас я покажу вам как будет устроена дренажная система для поливки винограда переоденусь чаю попью и вперед так друзья начнем пожалуй только там надо будет как-то поставить чтобы не показывать вам всю эту нудность как это происходит я вам просто вот продемонстрирую вот таким вот образом соединяются все патрубки когда доделаю покажу в одно место заливается там и все и по всем виноградникам вода расходится но имеется по строке 4 винограда так сейчас так сейчас так ладно попьем хан чай это все тот же монгольский но только уже куплен в Москве был вот такой вот чай так тут трубы малость не хватило двухметровый поэтому сделал так дорезал от старой трубы так ну поедем дальше это можно в бок повернуть так не везде все попадает идеально но здесь мы сделаем вот так сюда она войдет значит здесь мы режем не то лезвие вот она вот она а и а и и и и и и и и затем меняем на камень. Ну вот, а, да, тут надо пружинку эту надеть, не пружинку, а резинку, резинку пружинчатую, вот, теперь будет порядок. Крышечки, ну вот, друзья, вот такая поливная будет система. То есть туда я подаю воду и вода идет ко всем кустам винограда. Такая вот система. Испытаем. Допустим, мы подали сюда воду. Естественно, что вода все равно будет набираться, она не сможет бесконечно копиться на одном кусту винограда. Посмотрим. И так, даже такой маленькой струйкой, которая там сейчас течет, а это будет намного сильнее, с бочек струя, и то возникает переполнение, и вода идет дальше в следующий карман для винограда. Ну, в общем, как-то так. Посмотрим, что даст это. В общем, я понял, что поток воды должен быть хороший, чтобы сразу пошел под напором, под насосом вода, которая быстро заполняет трубу. Тогда она заполнит все четыре виноградника. Если будет просто капать, то она будет просто уходить в одну трубу, расширяться, уходить, потому что труба пропускная способность хорошая под землей. Поэтому здесь нужно дать нормальный поток воды из-под насоса. Тогда он быстро заполняет, как ведро. Ведро мы заполняем. И заполняет все абсолютно кусты. Посмотрим. Мы сделаем только здесь такой эксперимент. Я посмотрю, как это действует. А потом, если он мне понравится, я перемещу все сюда же, чтоб не ходить к каждому винограду с ведром. Вот. Крышечки надо было для всех купить. Это точно. Чтоб мусор туда не летел. Итак, у меня есть еще где-то тут установлено так. Первое, второе, третье, четвертое. И вот тут еще надо будет. Первое установлено, второе, третье, четвертое. Три трубы у меня есть. В принципе, я могу уже поставить. Вот сантехника такая. Вот это то, что я пытался здесь выращивать грибы на этих пнях, но что-то так не получились. Вот здесь когда-то был погреб. Это уже соседская сторона. Вот. И тут завалили все. Так вот осталась-то яма. Потихоньку мы ее ликвидируем землей и все такое прочее. Вот. А сейчас я хотел заняться распилкой вот этих вот вещей на дрова. Да, но тут надо аккуратно, потому что тут есть гвоздики. Вот. На растопку. Здесь надо будет очень аккуратно. Это вообще вот надо отдельно вот этой галанкой пилякать. Электрическая. Потому что очень опасно бензопилой здесь. Бензопилу непосредственно бревна надо будет пилить. Пеньки сырые. Их хорошо бы расколоть. Вот. А вот. Вот. Ну-ка, это лучше. Нет. Ск Zoom для воды Бензоп ram. Оба. Видите, как она рвется. Поэтому приходится вот так еще добавочно. Не влезает. Ладно, короткие положим. В прошлом году масло ему поменял. Гидравлическое нашел в Новосибирске. Гидравлическое. 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 Бывает такое, защита сработает. Поставим другой стороной, чтобы не рисковать. Дрова немножко порубил. Пчелки кружатся, слив это выдержит. А вот абрикос, не знаю. Абрикос не знаю. Я же кулекся. Спать на клубничке, да? Хорошо, тепло на ткани. На абрикосе я ни одной пчелы не вижу. Хотя одна есть, но так. Прилетела, улетела. Нет пчел. Я даже не знаю, отцвел он или не будет он жить. У меня видите, что творится? Не знаю. В этом году тоже не у всех будет абрикоса, в связи с этим неожиданным минусом. Ладно, друзья, будет еще время у меня, я буду рубить дрова. Если хватит сил, закопаю трубы. Но не знаю насчет сегодня. Пока все. Субтитры сделал DimaTorzok